всем привет нам посылочка от самсунга давайте посмотрим попробуем поискать его с помощью своего телефона это на расстоянии не более 50 метров мне так кажется то есть bluetooth работает на расстоянии примерно 50 метров и потом попробуем искать с помощью других galaxy то есть у нас в семье несколько galaxy телефонов может быть они смогут передавать без учетной записи естественно данные на сервер потом сервера должно прийти уведомление что в каком-то месте был замечен этот samsung так руководство обычно на русском а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Понимаете? То есть, вот в случае потери, да, нужно этот чекбокс включать. А если мы не потеряли, а просто, ну как бы, ну здесь, в общем-то, его обнаружат в любом случае Galaxy любой. Но придет уведомление, именно вот когда сообщить обнаружение. То есть, это как бы скорое сообщение. И, если этот чекбокс не поставить, мы увидим просто на карте, где будет обнаружено это наш смарт-тек. Вот. Ну и поиск поблизости, естественно, когда мы нажимаем, это будет только... О-о-о-о, нет. Здесь ничего не произойдет, потому что я даже никогда не открывал. Только поблизости, когда открываешь, там другой экран и строка прогресса, так скажем, которая становится зеленой, больше становится зеленой в случае приближения к этому брелоку. Вот. Мы даже придумали с дочерью такую игру. Я прячу этот брелок, а дочь вместе с телефоном ходит по квартире и ищет его. Но не нажимает. Ну, сейчас мы нажмем стоп, допустим. Стоп. Остановить поиск. Ну, и когда она уже его находит, то она дает сигнал ему. И тогда уже он звенит. По сигналу, значит, был такой момент. Спрятали наш брелок в холодильник. Дочь стала искать и дошла, допустим, до холодильника. Было видно, что строка прогресса очень хорошо стоит. Ну, то есть, сколько там, может быть, метр было, да, до холодильника. И когда она нажала на звук, чтобы послушать звук, то звук, естественно, зазвенел. И он был слышен даже из холодильника. То есть, вот такой. Сам, сами настройки. Ну, и вот еще кнопка перейти. То есть, мы нажимаем перейти. И нам, нам карты Google выстраивают маршрут до, до того места, где находится смарт-тек. То есть, мы садимся, скажем так, на машину и полетели. Ну, вот он пишет, там, 18 минут надо ехать. То есть, вот так. Направляйтесь на восток. Ладно. Интернет-соединение восстановлено. Время прибытия обновлено. Хорошо. Все понятно. То есть, вот такие, вот такая ситуация, да, это в случае с картой. Теперь, давайте пройдемся по настройке самого Samsung тега. Настройки самого тега. Вот, внизу. То есть, там, как бы, окошко с картой. А здесь сами настройки его. Его, естественно, мы можем переименовать, назвать, как хотите. Ну, ему даже, кстати, комнату назначают. То есть, я вот назначил, что он там, спальня. Хотя, в принципе, комната может быть любой. То есть, отсюда мы тоже можем нажать смотреть карту. И он откроет карту. Вот это будет вот так вот. Ну. Так, ладно, пойдем дальше. Значит, поиск устройства через метку. И вот тот чекбокс, который мы ставили там, его можно поставить еще здесь. А настройки, я вижу, настройки сейчас недоступны. Недоступны, потому что он далеко. И перенастраивается он, видимо, и тоже же внутри. Поэтому, поэтому сейчас недоступны. Но мы можем увидеть. Если нажать метку один раз, то выполняется действие. У нас, допустим, ну, не знаю, выключается везде в квартире свет. То есть, стоишь на выходе, да, в прихожей. Где-то забыл свет выключить. Можно, конечно, Алису использовать, выключать. Ну, сейчас не об этом мы говорим. Здесь вот на Samsung Tech нажал один раз. И он выключит везде свет. Те приборы, которые видны в этом приложении. Ну, они все видны. И лампочки, и розетки, и выключатели. И от Tuya, и от Xiaomi. Разные. Потом, значит, удержание. На удержание я поставил, допустим, отправку сообщений. Я все-таки, когда буду рядом, я еще раз покажу, как настройки, чтобы четко было видно. Не так это было. Ну, и на удержание я говорю, что была настроена у нас отправка сообщений. Отправка сообщений происходит всем, кто занесен в это приложение. То есть, управление умным домом мы дал я, допустим, на учетную запись жены и на учетную запись дочери. То есть, им обоим приходит на телефон сообщение. Сообщение мы занесли заранее. То есть, допустим, там написано, что позвоните срочно домой. Все, этого достаточно. Допустим, если кто-то забыл там, ну, не знаю, этот брелок, а на брелках ключи, дочь может нажать долгое удержание. Вот, пришло уведомление, что ваше устройство найдено устройство, да, найдено устройство в Галакси поблизости. То есть, вот в реальном времени мы получили уведомление о том, что опять кто-то там мимо этого брелока прошел, и нам отправлено было сообщение. Значит, этот чекбокс надо ставить уже обратно. Мелодию звонка здесь тоже можно изменять, громкость здесь тоже можно изменять. Ну, то есть, это вот, мы все делаем в настройках. Чекбокс, кстати, как-то не изменился. Давайте попробуем смотреть карту. Ничего не происходит, никуда не переходит. Ну, не переходит, не переходит. Отсюда мы не заходим, мы зайдем оттуда. Да, вот. Ну, видимо, он туда и перешел. И, как видите, да, чекбокс отскочил, и его нужно ставить по новой. То есть, сейчас проходит обновление, и он напишет, сколько прошло там времени с того момента, как он был обнаружен. То есть, сейчас вот это обновление идет, 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 и потом он напишет. Ну, все зависит от скорости интернета. Если у вас 3 минуты назад. То есть, вот как раз мы во сколько там, в 17.00 получили. Вот он написал, 17.03, 3 минуты назад. Вот такая ситуация. Поэтому, я считаю, что это очень хорошая покупка. Единственное, конечно, я считаю, что Samsung должен раздавать их вместе с телефонами. Купил телефон Samsung, получил минимум одну метку. Купил дорогой Samsung за 125 тысяч. Получил 4 метки. Вот так должно быть. Ну, это мое мнение, естественно, которое Samsung, скорее всего, не учтет никогда. Вот. Но мне покупка нравится. Я считаю, что, наверное, все-таки лучше приобретать не одну, а приобретать несколько. Ну, и как мы видим, да, здесь используются карты здесь от Nokia. То есть, эти карты были куплены, по-моему, каким-то китайским производителем. И сейчас они используют вот их именно. Не Google карты, не Яндекс карты, а именно Her. Her. Здесь. Вот. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok